Лето плавно переходит в осень, но не нужно забывать о том, что пока хорошая погода, нужно пользоваться этим и готовить для себя что-то вкусное, желательно в огороде, на природе, ну или на даче, как это делаю я. У меня в гостях сегодня вот такой маленький компактный газовый Weber Q1200, если кого-то интересует конкретно модель. У меня уже в нем лежит кукуруза, я вот ее в шелухе бросил так, чтобы она заранее прогрелась, приготовилась, я потом ее буду дальше готовить, но уже без очистки и чешуи всякой разной. Но тем не менее, пока что у меня, видите, почти 230 градусов внутри, газовый маленький баллончик, который приводит газ сюда вниз на тены и, соответственно, это все моментально нагревается и готово к использованию. А по плану у меня сегодня сальса из креветок. Как бы это странно не звучало, сальса это, конечно же, соус, скажете вы, ну да, вот так вот можно взять и сделать соус из креветок. Вообще сальса это соус, который пришел к нам из Латинской Америки, испаноговорящие жители Латинской и Южной Америки активно используют сальсу для приготовления, вернее, для подачи к чему-либо. Как основа для сальсы используются чаще всего томат, манго, ананас, но я долго еще крутил в голове, чтобы могло быть использовано такое для сальсы. Я думаю, что, наверное, это все. Вот смотрите, что я делаю. Красный лук я мелким-мелким кубиком режу, вот такая у меня маленькая головочка. Я режу и сразу же отправляю в чашку, куда у меня отправятся все остальные ингредиенты. А, чуть не забыл. Да, в первую очередь нужно поставить креветочки. Я взял креветки, вот такие вот, 16-20, одел их на шпажки, я не стал их чистить по спине. Креветка не очень крупная, поэтому там, как правило, нет крупных камней и каких-то там какого-то такого песка, который бы ощущался на зубах. Хотя это нужно было бы сделать, но, в общем, я особо запариваться не стал. Значит, помимо всего прочего, мне понадобится обязательно смесь перцев, масло чесночное, как раз для креветок. Кто не знает, как делать чесночное масло, выскочит ссылочка, и вы можете кликнуть на нее, перейти, посмотреть. Обязательно сюда смесь перцев, чесночное масло, чесночным маслом покрываю креветочки, на них начинает все прилипать. И, конечно же, соль. Креветки у меня, как я уже сказал, 16-20, это означает, что креветки определенного размера. То есть, всегда, конечно, в магазинах люди, которые не имеют отношения к гастрономии, как там шеф и так далее, они не видят маркировки, не обращают внимания. Кто-то, например, даже люди, сталкивающиеся с гастрономией, значит, любят использовать фразу 16 на 20. Ну, блин, какие 16 на 20? Что это, блин? Квартира, что ли, какая-то креветочная? Или что это? 16 дробь 20 означает количество креветок на фунт веса. Запомните это. И когда вам говорят 16 на 20, всегда поправляйте, говорите, вы говорите неправильно. Сразу же закрываю крышечку. Во-первых, внизу есть поддон, в который стекает жидкость и жир. В отличие от мангала, например, в котором есть уголь, масло и какие-то соки, которые капают вниз, образуют чадящий черный дым, который потом садится черной копотью на креветки или на те продукты, которые у нас на шампорах висят. Закрытые грили очень удобно. Во-первых, дым, который идет у нас, сохраняется внутри, дает эффект копчения. Они готовятся со всех сторон, но я по привычке все равно, конечно же, буду их переворачивать. Но, вот смотрите, высокая температура, маленький гриль дает нам возможность. Здесь мы смазываем маслицем. Маслица стекает, все загорается, но не нужно этого бояться. Мы закрываем. И как только у нас огонь потух, открываем быстренько. Переворачиваем каждую шпажку. Смотрите, они какие получаются яркие, красные, красивые. Ну и решеточка здесь, конечно, зачетная. Смотрите, с тефлоновым покрытием. Да, ничего не прилипает, ничего не пристает прям. Очень-очень-очень круто. Так, креветкам осталось буквально там минута одна, поэтому быстро лучок дорезаю. Лук берите красный, обычный, салатный, можете ялтинский. Просто ялтинский кривоватый. И когда вы его будете резать полукольцами, полукольца будут широкие, большие, огромные, не такие красивые. А чтобы нарезать маленький кубик, берите небольшие по размеру луковички. Давайте, я пока что скину все креветки сюда, подожду, пока они остынут. А креветки у нас уже ушли, я кладу спаржу, я ее, видите, так вот сколол двумя шпажками, для того, чтобы она не рассыпалась, для того, чтобы можно было удобно ее жарить. В зависимости от того, какая вам нужна температура, регулируйте подачу газа. В зависимости от того, какую температуру хотите внутри, регулируйте газ. Да, вот я сейчас долго держал открытую, и у меня температура упала до 150. Но при всем этом, вот как только стоило мне закрыть, вот она, стрелка, прям моментально увеличивается. И уже 170, 180, уже почти 190. Камера у гриля маленькая, и поэтому набор температуры происходит просто сумасшедшим образом, моментально. Видите, какая получается шикарная спаржа. Вот всегда так делайте, чтобы она у вас не разваливалась, а то очень тяжело каждую переворачивать, потом каждую собирать, там бегать по грилю. Как я уже сказал, томат неотъемлемая часть соуса сальсы. Режем вдоль, потом режем вот так вот соломкой, сок течет. Самое главное для сальсы, нужно взять вкусный, ароматный, красный, не какой-нибудь пластиковый там томат. Порезать кубиками, значит, кто-то там иногда спорит крупнее, мельче кубики. Вы знаете, это не принципиально. Вообще, потому что это рубленое блюдо, вернее, не блюдо, а соус, это рубленый соус. Поэтому здесь, кто как порубил, так и получилось. Не переживайте. Немного добавлю сюда перца халапеньо. Маринованный перец дает вкус уксуса, соус становится, ну, на два порядка вкуснее. Тут по желанию, можете использовать любой перец, который есть у вас дома, в банке. Часто очень, в любом магазине продается что-то подобное халапеньо. Халапеньо просто толстостенный. Вы знаете, такой вкусный по вкусу, ароматный, нежный. Буквально тут столовую ложку накрошили туда. Спаржу я достаю, потому что, чего ей там долго лежать? Спаржа молодая, видите? Уже готово. Кукуруза, которая у меня пролежала в гриле около 15 минут. Вот эта вот шелуха, которая есть, которую я сейчас снимаю, она не дает как раз выпариваться в воде изнутри. И кукуруза, получается, готовится как бы в своем соке. В своем соку, говорят еще. Может быть, я неправильно произнес, но сок, это понятно для всех. В общем, она стала, во-первых, ароматная. Вот здесь вот эти вот усики подожглись. Дымок там внутри образовался, и она, соответственно, стала пахнуть грилем. Значит, чаще всего, когда кукурузу очищают, не выдергивают вот эту часть ветки, а жарят в таком виде. Это можно делать в большом гриле, очень удобно, потом берешь ее и вынимаешь. Но я буду жарить ее частями. Ммм, великолепно, сладкая кукуруза. Срезаем вот эту вот штучку. Я ее делю на две части, потом ее делю вдоль на две части. Получается вот такая порционная вещь. Главное, разрезать ее ровно, потому что так ее жарить будет гораздо удобнее. Помимо кукурузы у меня еще идут на гриль гренки. Тоненько-тоненько нарезаем хлеб. В моем случае это лаваш. Тандырный вкусный лаваш, свежайший. Я сегодня купил его на рынке. По идее, к сальсе должно быть что-то такое мексиканское там типа. Чипсы, начос и так далее. Ну, найдете начос, используйте. Я что-то решил не заморачиваться. Был лаваш, я его, соответственно, купил. Потому что для русского человека, конечно, начос не такая близкая штука. Хотя наверняка каждый был в кинотеатре и ели начос с сырным соусом. Надо будет, кстати, как-нибудь сделать специальный сырный соус для начос. Я сразу же выкладываю кукурузу сюда. И сразу выкладываю хлеб. Теперь обязательно и то, и другое смазываю маслом. Чесночным, сливочным, вкусным маслом. Учтите, что хлеб готовится очень быстро. Поэтому не вздумайте его пережаривать. Только смазали, сразу же переворачиваю. Видите, стоило мне только на пару секунд задержаться, и он уже становится таким поджаристым. Ну, это неплохо. То есть в нашем случае не стоит закрывать гриль крышкой, потому что хлеб готовится нереально быстро. Нереально. Буквально считанных там 15-20 секунд. Теперь я перекладываю и даю чипсам остыть. А я возвращаюсь к кукурузе, которую непременно нужно, во-первых, смазать маслом. Масло, ускоряя температурный нагрев, является как бы проводником температуры. А во-вторых, не дает испаряться влаге. Обязательно соль. Кто любит на югах есть кукурузу, знают, что сливочное масло и соль – это самое подходящее для кукурузы. Так, теперь осталось дело за малым. У меня здесь был зубчик чеснока. Чеснок у меня огромный, и весь, конечно же, я его использовать не буду. Я возьму буквально половинку чесночины, даже, может быть, чуть меньше. Аккуратно его давлю, потом немного режу, не забывайте про соль. И вот так вот ножом растираю в соли чеснок, превращая его в пасту. Когда нет чеснодавки, когда вы находитесь в походных условиях, вы должны непременно знать этот лайфхак, знать этот способ, как сделать чесночную пасту. Потому что иногда крупные кусочки чеснока – это не самое лучшее, что может быть в блюде. Пасту эту я отправляю сюда. А теперь остывшие креветки. Я снимаю со шпажки. Когда будете жарить креветки, имейте в виду, как только они стали красными, их пора снимать. Не нужно их там держать сотню лет, потому что они станут жесткими. Важно вот этот поймать момент, научиться готовить креветки. Обращайте внимание всегда на то, что вы делаете. Не как попало. Понятно, что я вас могу там чему-то научить, на что-то направить. Но вы должны еще сами быть внимательными к тому, что делаете. Для того, чтобы вот ощущать вот это вот состояние креветки, вы должны запомнить его. Получилась у вас вкусная креветка? Запомните, при какой температуре, сколько времени вы их держали. От кукурузы аромат божественный. Смотрите, с этой стороны она хорошенечко поджарилась. Ну, а с этой стороны нам нужно немножко дать и дымка, и колера. Можно маслицем смазать и с этой стороны в том числе, потому что масло начнет таять и смачивать зернышки, проникая по краям вниз, стекая. Масло не жалейте, оно при нагревании все равно все вытопится, исчезнет. Это же все-таки не фритюр. Так, а креветки нужно порезать вот такими крупными кусочками. То есть прям креветки остыли, их можно уже брать руками. Все, пожалуйста. Кукуруза-то у нас взрывается. О, красивые, посмотрите, какие румяные зернышки у меня получились. Так, аккуратно перекладываю вот сюда. Нарезанные креветки я отправляю вот сюда. Значит, по желанию. Можно добавить петрушки, какой-либо зелени. А по возможности нужно добавить кинзу, потому что кинза, конечно же, в Латинской Америке ценится больше всего. Стебли нужно порезать помельче. Да и листья, в общем, тоже сильно не мельчите, но и не оставляйте их крупными. Кинза должна чувствоваться. Все это счастье высыпаем сюда. Немного оливкового масла. Обязательно кусок лимона. Не то чтобы кусок, а сок лимона. Обильно прям поливаем. Обязательно сюда смесь перцев. Хотите, просто черный добавьте. Я же люблю смесь. Так, острота у меня здесь от халапеньо. Кинза есть, чеснок есть, лук есть, томат есть. Но, в принципе, все. Теперь надо перемешать. Все, получается вот такая вот... Ой, какая красивая цветовая гамма. Розовые креветки, красные томаты. Такой синий-фиолетовый лучок. Блеск от масла. Сок лимона. Немножко соли. Совсем чуток. И сервируем блюдо. Значит, я выкладываю ее вот сюда. Сальса источает просто великолепнейший аромат вот этого всего. Смесь гриля, кислоты, лука, кинзы, чеснока. Просто великолепие. Да, кстати, я все хочу вас спросить. Вы напишите, может быть, мне вообще не стоит готовить? Может быть, мне нужно просто в кадре есть? А то всегда у вас столько вызывает... У меня изумление, а у вас столько вызывает эмоций. Типа, пробуй, пробуй. Да, вы так пробуете. Я пробую как-то по-особенному. И так далее. Все время читаю комментарии, думаю, что же там не то? Что же не так? Интересно. Так, чипсы, смотрите, я кладу на доску. Вот так, хрустящие, вкусные. Вот смотрите, они, видите? Хрустящие стали. Слышно? Спаржа. Оп, вынимаем шпажки. Ну, спаржу по количеству, смотрите сами, сколько вам нужно. Кладите ее так, чтобы вообще ее много, конечно, не бывает. Когда вы подаете к столу такую закуску, а потом отворачиваетесь от стола на одну минуту, и даже на 30 секунд поворачиваетесь, а там уже нету ничего. Так, теперь, чтобы у нас спаржа не падала, мы ее придерживаем с помощью кукурузы. Вот смотрите. Все вместе это получается не просто божественный гриль. Это получается не просто бомба, которая вызывает слюноотделение сразу же, как только вы это заносите домой. Это невероятно вкусно. И это невероятно ароматно. Приятного аппетита, друзья! Оставайтесь с нами. Я буду готовить разные всякие штуки. Обязательно берите для себя что-то новое, что-то интересное. А я обязан попробовать. Обязан. Я помню все эти взгляды, которые следят за тем, что когда же он попробует-то, когда же он попробует. Это ужасно. Вообще не ешьте это. И я никому это не дам. Я должен этот ужас съесть сам. Правда, какое разнообразие вкусов. Я представляю, что еще кукурузу туда запилить. Спаржу. Ну, мне нечего сказать. Ну, вернее, как. У меня осталось только вам сказать до свидания. Это просто вообще нереально вкусно. Вау! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok